Опять суки. Всем привет, Восюм. Опять суки заварили котам вход туда, не заварили, а закрутили такой сеткой. Вот это мне женщина говорит, ой, говорит, я хотела вам показать, сейчас иду опять перекусить. Вот кошечка кушает, вон опять закрыли сеткой, заварили, непонятно. Ну да, и только надо вот тут вот для них вот такие вот две лечеечки сделать, чтобы... Сейчас попробуем перекусить. Так. Они по всем, по всем вот этим... Зараза, закрутили вот это. Так, а кто это делает? Выбили опять эту самую, перекусили, это мне шапик присылал, спасибо, пригодилось. Знакомый когда-то прислал вот такую штуку, подарок, вот как раз хорошо пригодилось. Хороший подарок. Да. Заварить вот это коту. Вот раз и коты там даже были. Да. Ну все, ни ума, ни фантазии у людей. Ой, и вот кошечка, знаете, вынуждена с той стороны вот так дома перейти и вот сюда, там же есть тоже такая же, да? Вот отверстие. И вот она, вот не пойму, то ли уже родила. Да не, не родила, она дутая, она дутая. Три сосочка у нее, и она, вот ей жарко, и водички кушать она хорошо сделала. А сегодня мне рассказала, моя знакомая, смешной случай. А я говорю, у меня мальчик, говорю, с третьего подъезда дал для кошек питание, вот так рассказала. С ихним дедушкой проработала 27 лет. Это кто, Макатарча, актер этот или что? Нет, нет, он не актер, он, ну, живет. Ага, нет, я не родила. Не, не родила. И вот она вот туда вот так за дом заходит, и вот в такое отверстие там, а я иду ее зову, водички кушать езжу, она уже кушала. Слушайте, так она мне рассказывает, это, мать их нет. Я говорю, ты знаешь, такой корм хороший, это лосось плюс индейка и все. Я говорю, я облизываюсь, но шучу. А она говорит, ты не вздумай кушать, там же добавки. Я говорю, ну, конечно, нет, это я тебе рассказываю просто. Она говорит, а мы когда-то давно жили в Лисичанске. И еще, говорит, у нас детей не было с мужем. Приехал родственник из Армении, а он же по-русски не может, да? Пошел в магазин и купил вот эти кошачьи, и полхолодильника туда заправил и ест вовсю целую неделю. И мяукать стал под конец, и в лоток в туалет ходил. Слушайте, я вас хотел пригласить 21-го на спектакль. Вы сможете прийти? Я машину найму, чтобы вас забрали? Нет, нет. Точно? В театр в оперный. Почему? Я буду играть, включая мышь оперетка. Ой, я бы с удовольствием хотела. Ну, понимаете, мне нельзя, где шум, у меня гипертония еще, и у меня сильное давление, вот погоды меняются. А там сильно не шумно, там оно нормально. У нас такого нету грохотов, тем более это оперетта будет. А какая? Ретучая мышь. О, прелесть. Я ее несколько раз слушала. Я буду играть фалька там, 21-го числа. Давайте я билет все сделаю, завезу вас, увезу. Ой, большое спасибо, я вам признательна, но я не смогу. Ой, Жалка очень хотела пригласить вас, да. Да, да. Я уже давно не хожу. Так от чего не сможете? Вот потому что гипертония. Гипертония? Я не могу, вот люди, много людей, музыка, шдак, это все мне поднимает давление. Я очень нездоровый человек, у меня и диабет еще. Я понял. Второй тип диабет. И я должна и этим диетой. Ой, в общем, должен рассказать. Ой, Жалка, Жалка, хотела вас, чтобы вы пришли послушать. Не гожусь уже давно. Когда-то, когда открылся только оперный театр, моя приятельница в Артеме занималась распространением билетов. И вот она возьмет на полугодие абонементы. И мы ходили, мы всю программу прослушали. Жизель мне очень нравилась. Ну и наших, Чайковского, Лебедина. Много я всю программу прослушала. И не один раз. И оперы, и князь Игорь, и безе, Кармен. Я бы с удовольствием... Жалко. Рада душа в рай, а грехи не пускать. Честное слово. У меня вот недавно тоже для пенсионеров со скидкой. А я говорю, при всем желании, но нет. Жалко. Ну ладно. Ну ладно. Спасибо большое. Я очень вам привыкла. Ой, слушайте. Хорошо. Как и я, придумали. По проекту нельзя дома, чтобы вот эти вентиляции были, решетки мелкие. Для чего-то же это сделано. Если бы надо было, дом строился, они поставили мелкую решетку. Почему-то поставили вот такое. А это они сами эти, вот это. Вот эта туча набегает, набегает. Вот-вот пойдет дождь. Не пошел. А у меня начинает и руки крутить. Ну понятно, да. И ноги, ногу сегодня, она там споткнулась. Смотрите, ходите. Вот она вот. А штырь вот этот, да? Ага, штырь. Чем его забить? Вот это, да? Да. Надо чем-то выбить его, да? Да, вот так туда его забить бы. Ну так оно не забьется? Не-не-не, ну и подошвы у мамы, мустры еще-то. Такая хорошенькая лежит, пузата. Да. Да? Мамка скоро будет. Вот она, у нее три сосочка. Она по три. Она уже вот эту мусеньку маленькую, это же ее. И вы знаете, не бойся, не бойся. Так она с муськой кушает она, и муська подходит. А муська ее так за шейку обняла, и она ее, ну как вроде, поцеловала. Да. Ой, как они. А где ж остальные котики что-то? Остальные спят, видно, на елисе. И в том доме они, да? Они же хозяйнуют тут, да. Ага. Они. Моя маленькая, я ее ходила, звала. Она же там тоже спала. Ладно, пойду я, наверное. Ой, спасибо. Да не маза, что. Ой, я вам вообще не знаю. Да не перестанете. За еду. Так это мне рассказывает, говорит, пошел муж, глянул у него в холодильнике. И говорит, слушай, у тебя кошек нет, что это за еда у тебя? А она говорит, а зачем кошки? Я сам ем ее. Целую неделю, говорит, я ем. Мы, говорит, надорвали животы. Так она и мне смеется, говорит, ты смотри. Ты сама не ешь? Ты не ешь сама. Я говорю, да, облизываю столько. Значит, курицу можно вам, да? Курица такая, говядина. Свинина, наверное, нельзя, жирная, да? Нет, свинина, конечно. Консервы тоже никакие не едите, наверное, или едите? Бычки, когда-то самые были бычки. Ну, я как-то с ними я борщ варила больше с бычками. Ага. Они сама там вот так. А так, ну, в общем, какую-то пищу ем. Я помню. Молоко так ем, что пока не прокиснет, оно прокисло. А потом горько выливаю. В общем, продукты не прокисло. То есть сейчас надо овощи, да, больше есть, наверное? А, да, больше овощи. Огурцы можно, наверное, да? Да, уже туда дальше, когда... Сейчас они, огурцы тоже такие, знаете, какие-то начинают... Тут хорошее, а книзу, там, где он будет, он такой сухой какой-то такой, в общем, привезли. Ну, что-то делаю, варю. Я понял. Варю супик такой. Вот тут беру, знаете, какие остовые от кур, да? А, суповой набор, да? Ага, суповой набор. Между прочим, они вкуснее, и бульон из них вкуснее, и свежее. Они больше свежие. А те, которые вот эти места, вот эти... Бедрические, да? Да, они, мне не нравится, они жирные такие, что... А эти, я сварила косточки даже мелко, и этим давала. Ну, а говядину вам можно, да, отварную? Говядину можно отварную, да. Ну, так оно стоит же. Я понял, да. Это ж дикие цены. Я понял, да. Если я получаю 1403 гривны, да? Ой-ой-ой. Еще и котову кормите. Ну, шучу. Еще и котову кормить. Люблю их, вот люблю их, все. Жалею, мне их так жалко. Вот этот, думаю, дождь шел, два дня там, они вот тут выстроились. Ну, там, да? Я вышла, соседка, ну, куда ты идешь? Там ливень идет. Я говорю, ничего, он сейчас пройдет, он меня увидит. И точно выхожу. Она уже кушает, одна она кушает. Ну, те прибегут, это еще не время им. Это ж они любят на ее, на ее этой площадке. Они там разляваются, покушают, разляваются. Не мешает, да? А она в селе. Вот посмотрите, как оно засохнет. Конечно. Она будет в селе, все время там у них. А соки вы пьете какие-то там, томатный сок или? Да, бывает. Можно, да? Когда уже томат созревает, такой. А так не покупаете? А так не покупаю. Какой-то я покупала, а потом вычитала, что там тоже прибавки, добавки. Ну, я понял. Ага. Так лучше, лучше настоящие. Вот беру яблоки. Ага. Ага, сегодня вот это, сейчас пойду. Беру яблочки, возьму, сварю их, делаю пюре. Пюре, да? Пюре. Тост с удовольствием, и ничего страшного. Ну, а что еще? Апельсины. Апельсины. Можно вам, да? Можно. А бананы? Нет, я их не люблю. Когда-то еще, знаете, когда у нас в Украине не было, они знали, что такое банан. Нет, слышали, но я в Москве попробовала бананы. И они мне какие-то невкусные показали. Столи попались такие. Вы знаете, и так я их перестала, и меня не тянет на них. Вот так. Мне приятница вот эта, ага, это Гаяне. Гаяне. Красивое имя. Органское, кстати. Сарам Хачатурян написал Гаяне балет. И она в этот год родилась как раз в этот год. И ее назвали Гаяне. И сама красавица. Ага, красавица такая. Она ко мне приходит, но сегодня вот звонила, она парикмахером работает. А хлопец именинник был. Ну тоже, видите, я лишена всего. Он мне говорит, выраздат. Бабуля, может быть, как ты смотришь на то, чтобы ко мне на день рождения приехать? Я привезу и отвезу. Говорю, Варечек, я не смогу. Не смогу. Ой, короче. Вы тоже себя рано это самое приписываете, что не смогу. Еще много чего сможете. Ну и шо? Все же не 99. Тоже да. Вы знаете, не годится мне так жить дома. Ой, да ладно. Ничего. Всегда туда успеть можно. У нас школьных друзей 32 человека. У нас два осталось. Остальные все уже ушли. Ну ничего, значит так надо, что остались. Надо жить. Туда всегда успеете. Одна вот здесь живет. Оттуда уже дороги нема. Нет. Вы знаете, честное слово, уже наше... Мы отжили свое, наше поколение. Не надо так даже думать. Вот как ты не будешь думать, когда собрали собрание вот этого ББ ж хотя бы, да? ОСББ, да. Ага. Я прошу слова. Я против почему-то этого. Конечно, и я против. На наши плечи все, все расходы на наши плечи. У нас пенсионеры одни дадут, и они будут деньги брать на вот этого. И нас пять человек или шесть пенсионеров вот эту сделали дверь нам, которую ни к нам никто не зайдет. И мы должны, кто пришел, значит, выходи, открывай. Выходи, открывай. Вот такую дверь. Ну я понял, да. Вот что за люди такие? Опять вот закрыть вот так вот. Сколько можно? Уже третий раз вот такое. Тут раз вообще скотами закрыли. Представьте, закрыть скотами. Я вот это, если вижу, что кто делает, возьму вот той клещи, что я взял, и яйца откушу. Хе-хе-хе. Зубами. Я сейчас стал поорав под домом там. Для приличия. Пляжи идут. Пляжи, бачите. С этими покрывалами. Все тут садятся ночью под окнами. Я ору, так чокути. Все кажут, что я ору. Я все тихие граждане в этом городе. Ай-яй-яй, Томас, та больно ж. А який ты сырливый. Господи. Тебе на ручках держу. Я тебя держу на ручках. Сыруна такого. Сыруна такого. Держу на ручках. Сыруна, на ручках держу. Только меня можешь, кстати. Красивый я такой. Я вчера что-то пошел, снял видео, где подошел детский дом. Ой, не детский дом, а вот этот. Приют для котов. По-моему, Ковчег. То есть у нас друг, а то Ковчег. Поэтому многие там стоят, говорят, дайте хоть что-нибудь там людям. А у меня были русские рубли, когда я ездил в Крым. Осталось 500 рублей. Потом, наверное, где-то 7 по 100. Сколько-то было. Несколько-пятьдесяток. Вот это я все говорю. А у меня как раз риви не было. Я не рассчитал. На каруселях там покатались. Сюда-сюда. Я как-то я деньги не брал с собой. Я вот отдал у тебя все русские рубли. Там, наверное, 1300 где-то было. Я говорю, поменяете они его. И, конечно, говорит, спасибо, поменяем. Так все так. Добра дела сделала. В общем, выспросил у этой женщины, что она ест. Сюда-сюда хочу пойти и продукты купить. Просто деньги, знаете, можно обидеть человека. Она такая скромная, вот эта вот женщина, что котов кормит. Я хочу купить. И она сказала, можно капусту есть. Там у нее диабет сильно. То нельзя, то нельзя. Но я так выспросил специально. Хочу пойти и купить что-нибудь. Ну, так могу периодически покупать. Хороших людей мне жалко. И хороших котиков тоже. Вот таких рыжих, красивых. Огненных. Огненных котов вот таких. Глыстоносец. Ты глыстоноша. Знаешь, есть такая листоноша. Листоноша это почтальон по-украински. То есть, ну как, почтальон у нас листоноша называется. То есть носит листы. Лист это письмо. А это есть глыстоноша. Вот это глысты и носа. Глысты. Мы их выведем с тобой. Выведем. Выведем. Эх, котейка ты нехороший. Ах ты красивый. Вот такие. А глаза такие красивые. Где-то бы вот так держать, что ты на ножках держась. Красивый катафан, да? Красивый котейка. Вот так. Вот такие котеечки. Яичко. Ты лица наверх, там муха лета. Охотник. Муха не пролытить рядом. Постом. Маша все. Муху побачил. Ой, охотник. А муха на дверях вот там села. Охотник. Лица. Как следить? Ах, как следить? Ух ты мой хороший. Как я тебя, Мурзика, обожаю. Так что такое. Вот это меня, конечно, в избе вымораживает, когда заваривают, ходят хозяева. Заваривают. По проекту дома не положено, чтобы там была мелкая решетка. Чтобы мы хозяиновали. Если когда увижу, что кто это делает, то будет беда. Так, иди в картинку. Картинку. До свидания. Все, мои хорошие, мои любимые. Пока. Все будет хорошо. Пока я тут, тут будут коты. Не бывает этому. Мать не велела. С котов издеваться. Катят. Дыглятся. Мне не стыдно. Я пропойця. Будешь я на своем балконе бояться. Ой, а если ты кричишь, а там дитина только уснула. Я что, в окно кричу, чи что? Дитина уснула. Вон сидят. Дитя, она кура. Дитина уснула. Днем, каже, кричишь, дитина всю ночь не спала и утром уснула. Ну так, что ж ты сделаешь. Люди днем ремонт делают. Кричать, имеют право. На рояле играют, на скрипке певикают. Так что терпи. Дитина, как твоя не спала. Моя дитина не спала, это твои проблемы. Моя дитина ночью спит. Вот такая. Вот такая дитинка. Кусаться любит. Любит кусаться. Без суда и следствия. Кусаться хочет. Вот так. Вот такая дитинка моя. Перевернула тут все на свете хозяин. Э? Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok